Человеку нужны только любовь и сострадание. Любовь и сострадание очень, очень чистого вида. Когда мы доминируем над другими, к нам приходит своего рода жестокая радость. Я не понимаю такого рода радости, но у людей есть она, и они выставляют ее на показ. Мы достигли этой радости, мы достигли этой великой власти. Такое происходило веками со всеми великими императорами, а также с деспотичными правителями. Но с Сахаджа-йогами должно быть все наоборот. Они должны править Вселенной с помощью мира и любви. Они никоим образом не должны рисоваться. Вот как Сахаджа-йога будет распространяться гораздо, гораздо быстрее. Просто подумайте, что нужно этому миру. Ему нужны только любовь и нежность. Люди, запутавшиеся в невежестве, в отношении жизни, и все еще занятые тем, чтобы беспокоить других, мучать других, идти против коллектива, возвратятся к норме. Их поведение иногда очень ненормально, и мы просто не понимаем, почему они ведут себя как безумцы. И такому человеку очень трудно сказать, «Ты безумец». Так же трудно находиться рядом с таким безумным человеком, одержимым того или иного рода идеей власти. И это происходит со столь многими Сахаджа-йогами, которые начинают думать, что у них очень много власти, что они могут делать все, что им захочется, что они могут говорить с кем угодно, и они могут сбить с толку кого угодно. Я видела это. Но в Сахаджа-йоге вы не должны приводить в замешательство. Вы должны ясно выражать свою любовь. Это не означает что это какие-то определенные жесты или определенные поступки, а только лишь внутреннее единство друг с другом. Иногда я обнаруживаю, что Сахаджа-йоги так хорошо понимают друг друга, так сильно любят друг друга, так прекрасно наслаждаются любовью других людей. Когда я вижу это, я испытываю очень большое счастье, меня совершенно переполняет радость от того, что люди наслаждаются тем, чем я хочу. И вы удивитесь, что самое большое наслаждение приносит любовь, которую вы даете другим людям. Вы можете не получать ее, но когда вы даете ее другим, вы получаете самое большое наслаждение. Но то, как вы должны выражать себя, также является, я думаю, искусством. Нужно понимать, как доставлять удовольствие другим, как делать их счастливыми.